Добрый день, дорогие братья и сестры, телезрители! Наступающие седмицы, праздники церковные отмечаются, Крестопоклонная неделя и День памяти святаго преподобного Серафима Вырицкого и Великий двунадесятый праздник Благовещения Пресвятые Богородицы. Проходя Великий пост, верующие люди немножко утомляются и телесно, и душевно, потому что ограничения в пище и увеличение длительности церковных служб, домашних молитв, меньше времени для отдыха и телесного, и душевного, если можно так сказать. Поэтому, чтобы поддержать своих чад, церковь износит честный, животорящий крест Господень в середине поста, на утренние священнослужители торжественно с песнопениями выносятся крест, возлагаются на налой, и все присутствующие поклоняются, поют песнопения. К кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и Святое Воскресенье Твое славим. Лобызают крест, помазываются освященным елеем, получают благодать Божию, поддержку. Взирая на Христа распятого, мы укрепляемся, видим, какие Он большие понес, труды, тяжелейшие мучения за наше спасение, грех наших ради. Поэтому мы понимаем, что мы ради своих грехов, мы тоже должны немножко поработать и даже пострадать, чтобы получить их прощение и вместе со Христом быть в Царстве Небесном. Кого люблю, того наказываю, Господь говорит, бью всякого сына, которого принимаю, и дочь. Поэтому мы должны понимать, что промыслом Божиим Господь посылает нам кресты, отмечает всякого крестом. То есть все наши скорби, трудности, неприятности, неудобства – это есть крест, который Господь нам дает. И мы его должны нести, притом без какого-то уныния, печали или ропота, а наоборот – с радостью и с благодарением Богу. Вот такое крестоношение имеет тогда спасительность. И мы входим с крестом. Без креста никто в рай не входит. Поэтому мы поем всегда, к кресту обращаемся всегда, где мы, как отцы учат святые, садишься ли, встаешь ли, кушаешь ли, принимаешь ли пищу, питье, куда-то заходишь, выходишь, радость к тебе пришла или, наоборот, печаль, то верующие люди осеняют себя крестным знаменем. Они получают силу от Бога, божественную благодать, но к преодолению всяческих трудностей и опасностей. Поэтому без крестного знамени верующий человек ничего не совершает. Иногда люди, недавно пришедшие в церковь, даже не умеют себя осенять правильно крестным знаменем, просто совершают какие-то движения возле своего тела. Так не должно быть, святые отцы учат, потому что Господь на кресте, надо присмотреться, Он очень конкретно прибит гвоздями ко кресту, и руки, и ноги. Смиренно, Он висит как бы на кресте, Он добровольно туда взошел. Поэтому, когда мы осеняемся крестом, мы должны со страхом и любовью это делать. Складываем три перста вместе, два к ладони, во имя Отца, Господи, просвети мои мысли на середину чела, и Сына на серединку тела, укороти мою плоть, и святаго правое плечо, Духа левое плечо, «И направи мои руки на делание добрых дел». Креститься просто как-то, движение рукой совершать, это будет оскорбление крестного знамени. И оно не будет иметь силу, и в грех нам поставится. А правильное наложенное на себя крестное знамение имеет непобедимую силу. Нет высшей силы ни на небе, ни на земле, ни под землей, чем крестное знамение. Также на этой седмице совершается память преподобного Серафима Вырицкого. Это интереснейший святой русской церкви. Он родился во второй половине XIX века в Ярославской губернии, как говорят, в глубинке в российской, в сельской местности, от простых родителей. Отец его рано умер, когда ему было 10 лет, мальчику. И добрые люди отвели его в Санкт-Петербург, и отдали на учение купцу в лавку. Он был послушный, трудолюбивый, и понимал дело. И купец был доволен им. Когда ему стало 14 лет, он пошел в Александр Невскую лавру и сказал, что я хочу быть монахом, обратился к старцу. Старец ему ответил, что ты подрастай, возрастай, работай, тебе нужно жениться, и вырастить детей. И когда они подрастут, дети, тогда ты уйдешь в монастырь. И со своей женой сказал даже так. Ну, послушался, да, будущий преподобный Серафим. У него шли дела хорошо в лавке, послушание купцу, и он дал ему денег на открытие собственного дела. И он с помощью Божией, он глубоко верующий человек, молился, стал очень богатым человеком. В то царское время он был миллионером, стал. Он торговал пушниной со всей Европой. И в его жизни есть такой момент, когда человеколюбие, он проявил пример для нас. Он однажды шел на базар, по базару, и видит, что мужик простой сидит в луже на базаре и плачет. И говорит, не как я хочу, но как Богу угодно. Не как я хочу, а как Богу угодно. То есть он был в глубочайшем отчаянии. На вопрос, что случилось, он объявил, что пришел я к бедности, семья голодает, и у нас осталась одна, единственная кормилица корова. Но мы должны деньги, и решили, что придется продать. Я привел в воскресный день, сел на лошадь, привязал корову, привел продавать ее. Пока начал торговаться насчет коровы, смотрю, мою лошадь и повозку угнали. Я побежал за лошадью, возвращаюсь, и корову украли тоже. И я, я не знаю, что мне делать. Серафим Веридский преподобный, тогда он был миллионер, купил ему коня, купил повозку, корову купил, привязал ее, много продуктов нагрузил на повозку, дал ему пугу, погонялку, и сказал, езжай. Вот видите, нам бы тоже так бы иметь такие добрые намерения к нашим близким. Так и случилось, так и случилось. Его жена, жена, которую он тоже взял из простых крестьянок, ей тоже старец одна сказала, когда ты выйдешь замуж, вот вырастешь детей, а потом уйдешь в монастырь. И все так и произошло, как было через Бога, от Бога святыми людьми им сказано. Когда они вырастили детей, и в это время произошла революционный переворот 1917 года, преподобный Серафим раздал свое огромное имение, огромное имение, нуждающимся, он строил и храмы, на монастыри жертвовал, и на Александра, Невскую лавру, и пришел туда проситься. Его взяли, но не начальником, не миллионером, а самым простым послушником, пономарем. То есть, разнорабочий называется в церкви, служитель в алтаре, но самую простую работу исполняет. И жена его тоже ушла в монастырь. Он возрастал в духовности и по церковной лестнице возвышался, был казначеем лавры, а потом поставлен духовником за свою высокую духовную жизнь. Он ежедневно по восемь часов принимал исповедь. К нему шли толпы людей, не просто назвать свои грехи, а получить совет добрый, как поступить в трудной ситуации. И великие люди обращались, и знатные, и архиереи шли к нему просить совет. Он будущему патриарху Алексию I предсказал за 20 лет, что он будет патриархом, и чтобы он из России никуда не уезжал. Он будет пасти стадо Христово. По болезни ног он был вынужден переехать под Ленинград, под Ленинградскую область, как ее теперь называют, поселок Вырицы. Это была санаторная, курортная зона. Во время войны, по его молитвам, при оккупации, там был расположен румынский полк. Румын, они православные, поэтому никакого вреда жителям поселка они не принесли. Серафим Вырицкий повторил подвиг своего небесного покровителя, преподобного Серафима Саровского. Он тоже три года стоял, стоял на камне и молился о победе России в этой страшной войне 41-45 года. К нему тоже шли люди бесконечным потоком. Господь его одарил духовными дарами, предвидениями. Он видел даже события в текущем времени. Когда к нему женщина спрашивала, как там муж на фронте, он говорил одной, что уже едет, иди встречай, он садится в поезд. А второй сказал, молись, молись о упокоении, он не вернется назад. Он исцелял людей от телесных болезней, изгонял бесов, рассказывал их ошибки, грехи их. Он видел прошлое человека и будущее. Это все, конечно, дает Господь, но за веру, за любовь, за терпение, за смирение. Великий Дунный Десятный праздник, Благовещение Пресвятой Богородицы. Архангел Гавриил был послан Богом, город Назарет. Что бы сказать Божьей Матери о том, что она избрана стать матерью Сына Божьего? И Гавриил сказал, радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословена ты в женах. Богородица привыкла общаться с ангелами на самого детства, их видела, и они ее учили, и Гавриил к ней приходил. Она сказала, непонятное в это приветствие, ты обрела благодать в очах Божьих, и родишь Сына, и Он спасет свой народ, и Царство Ему не будет конца. Как я могу родить Сына, если я не замужем? Матерь Божия посвятила себя Богу. Она хотела послужить той жене, той еврейской жене, которая родит Спасителя, поэтому и не выходила замуж. Дух Святый надет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя, и родишь Сына Божия, и назовешь Его Иисус. Таков был ответ от Гавриила, архангела. Богородица смиренно ответила, «Сероба Господня, да будет мне по слову Твоему». Вот видите, какое смирение. Вот за смирение, за чистоту душевную и телесную Господь избрал Деву Марию, чтобы она стала, стала Матерью Второго лица Пресвятой Троицы, Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа. И через этот подвиг мы спасаемся. И вот эта замечательная песнь Пресвятая Богородица, которая составлена Церковью на приветствие Архангела Гавриила. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословен и ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила и си душ наших. Пресвятая Богородица, спаси нас!